Сегодня 15 декабря у здания Государственной Думы проходит пикет против закона так называемой всероссийской реновации. Напомню, дата второго чтения пока еще неизвестна, но завтра, 16 декабря, последний день подачи поправок. Давайте послушаем и посмотрим, что происходит. Здравствуйте, а сможете прокомментировать ваш пикет? С какой целью стоите, чего хотите добиться? Собождение нашего отечества, внешнего управления. Вы знаете, что мы находимся в колонии американской, по американским законам живем. Я поняла, подскажите, здесь написано, что требуем передать народному президенту Путину власть. То есть сейчас, получается, у Путина власти нет, правильно? Является гарантом Конституции, это тот же самый нотариус. Сейчас западные олигархи. 1 июля было всероссийское голосование. Для того, чтобы его провести, мы собрали более 2 миллионов подписей, и наш Владимир Владимирович объявил о начале реформы Конституции. 15 января, вы это знаете? Конечно, знаю. Но, получается, у него власть появилась, правильно, после голосования по поправкам? На ручном управлении работал все это время. Ну, как вы думаете, когда ваши желания станут реальностью, скажем так? Это вообще случится? Они же идут к реальности. В следующем году будет второй референдум. Я не досказал. 22 апреля мы хотели проголосовать, а нам навязали этот коронавирус. Это вражеское тоже. Идет война против нас. То есть вы считаете, коронавируса нет? Коронавирус есть. Но против этого коронавируса наши изобрели уже. Это называется спутник. Вот это нормальная вакцина. А западные, те все не лечат. А вот Биллгей, знаете, кто такой Биллгей? Конечно, Биллгейцы знают. Он хотел вакцинировать свои, чтобы чипировать людей. После всероссийского голосования теперь принимаются в этой Госдуме законы по этим поправкам для народа. Много уже. Уже приоритет нашей конституции главенствует на нашей территории. Вы это знаете, да? Да, да. И много других законов. Вот арестовывают этих, с двойным гражданцам людей. Как вот фургалы арестовали. Там много других. Губернатора бывшего этого. Или как он там, там что-то было тоже. Ну много их. По всей стране идет чистки, жесткие чистки. Десять путинских ударов. А вот олигархи, они сопротивляются, потому что им выгодно грабить, продолжать грабить народ. Почему войны идут везде? Потому что американцы всегда сталкивали лбами разные народы. Хорошо, спасибо большое. Я еще вот к этим подойду, спрошу, что они хотят добиться. Они хотят загнать нашу страну полностью в колонию, чтобы уничтожить наш народ. Им должны только ресурсы. Люди не нужны. А кто там вообще, вы знаете, что за люди? Ага. Да. Он не назвал свою фамилию. Вот тоже пикеты организуют. Говорят, уходите отсюда. А почему вы должны уходить? Здесь наше место. Мы здесь уже два месяца стоим. Мы ожидаем нашу родину. Не хотим, чтобы была война какая-то. Никаких майданов, никаких красно-белых фашистов. Возле посольства Белоруссии. Видали, наверное? Знаю, так. Да. И также в Белоруссии они везде прыгают. Вы поддерживаете Лукашенко, да? Лукашенко, ну там мы за народ. Сегодня Госдума заканчивает сбор поправок к проекту закона, который так окрестили всероссийской реновацией. Это масштабное изменение законодательства, можно сказать, такой черный передел трех кодексов – городостроительного, жилищного и земельного, направленный на то, чтобы в руках исполнительной власти сосредоточен был весь контроль над перераспределением земельных ресурсов в городах. Для того, чтобы они могли с легкостью, не ограниченной никаким контролем, ни общественным, ни парламентским, принимать решение о зачистке городов в буквальном смысле. От так называемого ветхого жилья, которое на самом деле таковым не является, зачистки для будущего коммерческого строительства одних участков и расселения людей, которые на них живут, наиболее таких коммерчески выгодных участках, в другие места. То есть это то, что происходило в Москве, но решили распространить на всю Россию. Но при этом еще и облегчить, даже по сравнению с московским, порядок принятия этих решений. Вот одно из таких облегчений – это замена понятия устойчивого развития на комплексное. Устойчивое развитие – это уважение к окружающей среде, это сбалансированный подход к строительству. Городостроительным проектом, при котором соблюдается баланс интересов между группами населения, и главное – баланс между человеком и природой. А комплексное развитие – это чистая коммерция, это просто хапок. И пайка жилищная, которую выдают новым, новоиспеченным, крепостным, российским гражданам. Из них в очередной раз делают крепостных. Спасибо. Спасибо.